Мы с Хьюгой сейчас стоим. До избы осталось доехать около трех километров. И вот свежий след. Возможно вчерашний, возможно позавчерашний. Но учитывая какие снега у нас шли, я думаю, что он вчерашний. И даю предположение, что этот след ведет к избе. Давайте это проверим. Друзья, только посмотрите, какая техника тут ездила. Два буксировщика шириной. Два буксировщика шириной. Друзья, всем привет. Вы на канале Ипатыч и Михалыч. Я сегодня с Хьюджиным только. Почему я сегодня с Хьюджиным? Михалыч заболел. Короче, у него снова появились камни в почках. Не знаю, как это все получилось. Можно посмотреть, что здесь кто-то был. Ну, я думаю, заезжали ненадолго, потому что следы идут оттуда. Было две техники. Одна мотособака была, один буран, снегоход. Короче, что-то мощное было. Потому что видно по следам, что снегоход ехал первый, а буксировщик ехал за ним. Следы уходят в ту сторону, получается, в сторону родника. И я думаю, что они просто уехали дальше, заехали, попили чаю. Возможно, даже почистили снег. Ну, я не говорю, что точно почистили снег, но его здесь очень мало. Я думаю, что почистили. В общем-то, друзья, всем приятного просмотра. Погнали. Хьюджек, скажи, погнали всем. Скажи, погнали, малыш. Хьюга, что скажешь, кто к нам заезжал? Хьюга, почуял, ходил, понюхал лавочки. Все нормально, дрова на месте. Может быть, оставили записку. И, может быть, что у нас. Хьюга, как раз. Продолжение следует... Продолжение следует... ... Погнали. Продолжение следует... ... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Я просто поскользнулся. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Она даже не холодная. На улице сейчас минус или даже, наверное, плюс. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 не помню как правильно называть вырос это капала с бачка с умывальника и я думаю что там тоже замерзла потому что он тут лед нужно будет залить воду горячую туда первым делом нормально О, тут что-то полетело Только посмотрите, что происходит, друзья Офигеть Вот это снегопад Я за всю зиму такого не видел Посмотрите, сколько снега уже на беседку намело И следы уже все заметает Ой, это будет тяжело завтра, друзья Если завтра будет мне тяжело добираться, да Если что-то пойдет не так, я обязательно постараюсь это заснять и показать Потому что может, может это произойти Меня просто заметает Еще пару фоточек надо будет сделать Обязательно Не, ну его нафиг В такое В такую погодку Не хотелось бы мне что-то делать Пойдемте в избу Я выберу Ну я заберу Продолжение следует... На улице снегопад ужасный, до сих пор вообще поверить не могу. Хочется прилечь немного, отдохнуть. Штаны вообще все сырые. Смотрите, как уже замело мотобуксировщик. И там как будто бы луна просвечивается. Ну а как не выйти-то? Кого там увидел-то? Ну-ка там никого. Смотрите. 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 Чечевица, друзья, не поверите. У нас она уже здесь давно лежит. И мы ее так и даже не попробовали. Я в своей жизни и чечевицу ел, может быть, пару раз. Она такая вкусная. Я ее сварил, посолил, специи добавил. Черный молотый перец. И все. И котлетки куриные. Вообще огонь. Я решил, что мне здесь скучно одному сидеть. И я поеду ловить связь. Я сменил недавно оператора. И он тут вообще не ловит. Сказать, что я живой, что у меня все нормально. Снегопад сильный. Наверняка переживаю. Вот, друзья, сколько снега намело. За несколько часов. Я заодно поеду туда. Еще и тропу заново сделаю. В всякий случай. Все нормально съездил. Немного протоптал тропу. Все нормально съездил. Снимаю. 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 Продолжение следует... 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 Спилил. Он как бы получился полубрус. Видите, две части. Нижняя спилена и крайняя. Я сегодня пилить уже не буду. Устал. А это столько получилось горбыля. Тоже куда-нибудь пойдет со временем. Или на дрова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И все вы видели как они работают, как они показывают себя в деле. Еще этот фонарь не просто идет как ручной. Во-первых его удобно держать. Во-вторых он легкий, он не тяжелый. Благодаря мощной батарее на 3500 мАч его хватает очень долго. Он еще идет как налобный. Это крепление очень прикольное. Его можно использовать под любую раму для техники. Я так делал уже не раз. На квадрик мы зацепляли сколько раз. Вот так вот оно цепляется и резинкой затягивается. На фонарик оставлю ссылки в описании. Переходите. Вещь стоящая, нужная и использовать можно абсолютно везде. Хига меня на улицу зовет. На улице минус два. Полет нормальный. Снег небольшой идет. Совсем немного. Возможно даже ветром с деревьев вздуло. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Итого у меня получилось 8 досок Ну, друзья, не 5 кубов Но и не пилорамой пилил Все, отлично Материал Для будущих строений Для чего-нибудь Что мы придумаем Ну, на самом деле, уже даже придумали Поэтому и доски сейчас пилю Сейчас буду собираться уже Потихоньку, чтобы засветло Снова успеть мне выехать И приехать без проблем Надо собрать много вещей Все убрать Все подмести Прибраться Сосульки висят на крыше Офигеть Офигеть так ну все волокуши собраны я собран можно и друзья домой отчалить юга свалил только что вот убежал даже не попрощался короче ну что смотрите солнце вышло под конец дня тогда красота стала на улице сразу же друзья я заготовил материал для будущих роликов что в них будет узнаете уже по факту а пока что кому понравился ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь друзьями роликом обязательно всем пока и до новых встреч я погнал и 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